Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня хочу вам показать, как программа Adobe Illustrator и как в нее внедрены нейросети, искусственный интеллект, который помогает нам работать. У меня есть отдельный ролик про Photoshop, вы можете его посмотреть. Сегодня мы поговорим именно про генерацию векторных каких-то изображений. Насколько я знаю, что не в каждой версии это поддерживается, у меня не самая последняя версия Illustrator стоит, но у меня есть вот такой вот текст-векторный рисунок, он находится в формате бета, соответственно, где-то есть, где-то нет. Что мы здесь с вами видим? Вот это окошко генерации, ну, посчитайте, вот она нейросетка, как она есть, мы выбираем фрагмент, куда мы хотим что-то генерить и выбираем, что мы хотим генерить, объект, сцена, значок или узор. Давайте сгенерим всего понемножку, например, котенок. Писать я могу по-русски, могу по-английски, в зависимости от того, на каком языке у меня программа и на каком я хочу обратиться к Adobe. У них достаточно широкий диапазон языков, но есть такой момент, что на английском запросы обрабатываются, ну, на мой взгляд, более интересно, более корректно, они получше обучены. Так что выбирайте тот вариант, который вам больше нравится. Сгенерируется, конечно же, сейчас цветная картинка. Вот, смотрите, варианты котят. Я могу перегенерировать, я могу задать дополнительные, например, функции, что я хочу там рыжего котенка, да, или пушистого котенка, или еще какого-то котенка, для того, чтобы он у меня получился. Это я сгенерировала объект. Могу его спокойно разгруппировать. У меня вообще есть полная уверенность в том, что сначала генерится все-таки растровое изображение, а потом это растровое изображение переводится в вектор методом трассировки, потому что смотрите, какие неровные области и как это все сделано. Но, тем не менее, мы в итоге получаем вектор. Давайте того же самого котенка мы сгенерируем значок. То есть это был объект, теперь генерируем значок. Тоже предложатся три варианта, с которыми в дальнейшем можно выбрать, можно догенерить и так далее. Я вот именно объекты иногда генерю, когда куда-то нужно что-то добавить, там, например, какой-нибудь бантик куда-нибудь вставить и так далее. Вот какие-то значки вполне могут быть там при рисунках принтов и так далее сделаны. Теперь мы можем с вами, например, сделать сцену. Сцена это совсем другая история, котенок здесь нам с вами не подойдет. Сцена это либо пейзаж, либо какой-то интерьер, то есть вот что-то, что будет показываться. Вот смотрите. Давайте нарисуем уютное гостиное. Гостиная. Вот. И чтобы у нас была какая-то комната, куда мы сможем, соответственно, просто посмотреть, как это будет смотреться. Это может быть лес, это могут быть горы. Возможно, вам понадобилось создать пейзаж для какой-то своей картинки, соответственно, здесь она будет сгенерирована. Ее можно попросить сделать в черно-белом формате. Вот здесь достаточно фотореалистичные такие штучки получаются. Такая, 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 такая. Можно еще перегенерировать. И еще один вариант, который нам предлагает Adobe Illustrator, это создание принта. Вот здесь уже запрос котенок нам тоже подойдет. Сразу автоматически генерируется узор. Давайте напишу милые котята. И на основе такого запроса милые котята у меня будет создана заливка. Она, конечно, будет не идеальная. Иногда бывают векторные объекты не очень красиво смотрятся, но это все можно доработать, это все можно доделать. И, соответственно, если вам нужно сделать какую-то быструю прикидку по заливке, то оно часто спасает и помогает, а иногда и может быть задействовано в более сложном каком-то объекте, как вот такой второстепенный фрагмент. Иногда может быть и на передний уровень выведено, в зависимости от того, насколько качественно сгенерировалась та или иная заливка. Потому что, ну, как видите, здесь есть недоработки, но, в принципе, это можно разобрать и с этим можно далее работать. Вот такие инструменты искусственного интеллекта включены в Adobe Illustrator. Достаточно удобно, достаточно интересно. Знаю, что у многих возникает вопрос, можно ли автоматически генерить технические эскиз одежды. Нет, нельзя. Они будут в таком же отвратительном виде, маленькими кусочками, ничего вы с ними дальше не сделаете. Но, как помощь, очень даже это все может быть. Ну, в моем случае Photoshop мне нравится больше, иллюстратором я, наверное, сетью пользуюсь реже, но она у меня есть и крайне удобно. Не хотелось бы от этой функции отказываться. Напишите в свои комментарии, что вы думаете по этому поводу. Спасибо.